друзья вот такой вот геймпад gamesir g7 для иксбокса для иксбокса и пк который совместим само собой с иксбокс сериями с компьютером и именно иксбоксом для компьютера включая игры game pass и плюс он совместим со steam да и другими играми на пк которые поддерживают геймпад вот этот вот самый геймпад он интересен не только тем что он там имеет какую-то совместимость и сертификацию самого microsoft для иксбокса это кстати проводной геймпад и в нем в этом есть свой плюс но в нем есть еще и сменные панели при этом вы получаете бесплатную панель которую можно разрисовать кастомизировать свой скажем так геймпад и сделать это можно очень просто на неодимовых магнитиках на небольших просто берется с меня меняется вот так вот у нас панелька а теперь найдите 10 отличий слушайте потестируем сегодня на иксбоксе потестируем на пк с и это геймс и g7 на канале технозон поехали а начнем традиционно с алиэкспресс если вы увидите цену то вы поймете что за 42 бакса там на момент съемки найти чего-то подобное для иксбокса будет тяжело объясню почему есть большой плюс первое вы получаете геймпас на один месяц а месяц геймпаса я плачу 14 евро на секундочку давайте так мы отсюда от минусуем месяцок геймпаса там карточка с кодом не он сейчас покажу хотя на распаковочке вы еще увидите что там есть сейчас покажу что там есть вот такой геймпасик а он наверно будет прозрачным зеленый елки-палки геймпас ультимейт мало того плюс мы получаем сменную панельку и получаем с вами прекрасный геймпад сейчас объясню почему смотрите поехали game sir персонализированный джойстик она сертифицирована иксбоксом поддерживается xbox series x xbox series s xbox one и венда 10 11 дальше здесь мы можем разрисовывать панельки само собой подключается сюда 35 джек аудио вы можете подключать сюда микрофон с наушничками и можно с вами и можете регулировать громкость прямо на геймпаде то есть через м плюс крестовину общую громкость и громкость голоса голосового чата теперь гипер реалистичные 4 мотора здесь можно включать режим когда вы нажимаете на вот этот вот курок можно включать еще и постоянную вибрацию на каждое нажатие курка то есть есть приложение при этом приложении есть не только на пк приложение есть и на xbox и то есть вы на xbox их можете кастомизировать и создавать до трех профилей тоже покажу прямо на xbox и далее у нас гипер реалистичные так 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 у нас чё там у нас есть а да ребята здесь же у нас стики с датчиком холла и с антифрикционными кольцами скользящими то есть это очень очень классно реально очень круто потому что датчики холла обеспечивают отсутствие мертвых зон практически при этом там есть даже регулировка необработанных данных это значит вы можете повышать чувствительность стика но будь чуть грубо говоря знаете идет сверх мертвых зон там каких-то вот по краям вы можете повышать повысить чувствительность и к это я тоже покажу сейчас приложение то есть здесь вот эти вот вот эти вот стики они с датчиками холла магнитными а это очень очень круто на самом деле и это за 42 бакса плюс кнопки они обещают 5 миллионов кликов ну я честно говоря не очень такое верю ну и знаете чё еще там дополнительно у нас вот идет кнопки видите дополнительно снизу есть у нас можно и мы пить сюда через приложение он за флайл это значит что ну я покажу через приложение но есть инструкция на русском языке где написано что можно их мы и пить эти кнопки без допустим того же самого приложения то есть вы зажимаете там кнопку зажимаете кнопочку нажимаете кнопку куда замей пить Короче, это очень прикольно. Ну и здесь описано, что... Описано само приложение. Очень классная тема. Слушайте, реально очень комфортный, классный, текстурированный геймпад. Проводной. Можно разрисовать панельки. Можно играть на ПК, в Steam. Ну, во всем, чем угодно. Но, я вам скажу, без подписки на мой канал, это все становится бессмысленным. Если вы хотите в дальнейшем получать такие интересные, прикольные видосы, то, конечно же, подпишитесь на кнопки колокольчик. А еще ссылочку на проверенных продавцов я разместил в описании под видео. Я этот геймпад покупал у этого продавца только на Амазоне, потому что я был как раз в поездке в Германии. То есть, я закинул с Амазона с доставкой... Ну, знаете, как сейчас? Сейчас на Амазон DE есть магазины, китайский Алиэкспресс, фактически торгующий со склада. То есть, есть то же самое. Вы можете заказать даже... Короче, на Амазон тоже кину ссылки. Кину ссылки на Амазон. А вообще, пошли уже потестируем. Что тут они пишут? Опять ничего интересного. А вообще, пошли уже все тестировать. Надоело трендеть, поэтому переходим. Ну что, распакуем GameSir G7. Сравним с Xbox-овым контроллером оригинальным. На коробочке мы сразу видим. Создано под Xbox Game Pass. Один месяц они дарят Game Pass. Кстати, у меня с этими подарками уже почти полгода набралось. От разных устройств. Давайте. Ох ты ж. Смотрите, как упаковано добротно. Как это доставать? Опа. Опа. Меня интересует сам Game Pass. Ух ты. Смотрите. Так просто не откроешь. Есть защита от вскрывания. Кабель. Это же все-таки проводной геймпак. Смотрите, какой кабель охренительный. Что у нас здесь еще? Ах ты ж, елки-палки. Вы видели? Сменная панель. Наклеечки. Вообще крутотень. Ладно. Со сменными панелями это все хорошо. Меня интересует сам геймпад. Так, убираем эту штуку. Называется «Найди 10 отличий». Ну, панель абсолютно идентичная. Я вам объясню. То есть, это сертифицированный геймпад. То есть, по расположению кнопок основных он абсолютно одинаковый. Кроме кнопки включения. То есть, не включения, а кнопки Xbox. Она чуть-чуть ниже. Остальные все кнопки у нас и аналоговые, и D-pad. У нас абсолютно идентичное расположение. Так же, как и кнопки XY, AB. Абсолютно идентичные. Дальше. У нас с вами панель на магнитах. Меняется очень элементарно. Все. То есть, он у нас стал белым. И опять же, найдите 10 различий. Нету практически. Оставим беленькую. Кстати, беленькая. Ой, черненькая более шершавая. Черная более приятна. Смотрите. У нас есть задние кнопки M1, M2. Это очень круто. Почему? Потому что M1 и M2 позволяют реализовать дополнительные возможности. Курочки LT, RT. Они имеют такую текстуру классную. То есть, палец не скользит. Точно такую же, даже интереснее, чем... Точно такую же, как на Xbox. То есть, они полностью повторили дизайн Xbox. Полностью повторили дизайн Xbox, потому что этого требует сертификация. Это разъем для кабеля. Ну, есть разъем для наушников, я так понимаю. И кнопка еще. Слушайте. Ну, вот так вот, примерно. То есть, полностью Wired геймпад. Очень, даже, слушайте, мягенький такой, приятный. Вообще огонь. А вообще, слушайте, ну реально, замена этой штуки, она настолько элементарна. Настолько крута, что, смотрите, раз и все. При этом это не отпадает. Это не отпадает. Сам по себе кабель. Это фирменный геймсир кабель. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Плетеночка красивая на Type-C. Пойдет, тоже пойдет. Ну и ладно, уже так уж и быть. Откроем, что у нас здесь еще есть в комплекте. Уже уж очень интересно. Люблю такие штуки. Так, что это все-таки? Да, это наклейки. Это наклейки. Смотрите, Xbox Game Pass Ultimate на один месяц. То есть, можно стереть и получить еще месяц Game Pass. Можно пошпилить. Это классная тема. Дальше, что у нас здесь? Вот такая вот наклеечка. А это что? Это просто информационный какой-то бюллетень. А, вы поняли. Здесь еще какая-то акция. Ты можешь получить бесплатную вот такую штуку для рисования. То есть, прозрачную. То есть, ты можешь сам ее разрисовать. У тебя будет уникальный Xbox контроллер. Вот это прикол. Поняли? То есть, эта штука еще и кастомная. Ну, вообще, крутяк. Я вам честно скажу. Я его буду оставлять себе однозначно под комп. Я думаю, что он с Xbox должен завестись. Ну, будем сейчас пробовать. Хорошо. Давайте переходим и будем тестировать. Ну что, начнем с элементарного. Мы уже подключили наш геймпад. И первый тест, который мы должны провести, это его реакция без основного геймпада. Просто нажимаем на кнопку включения. У нас должен включиться Xbox. Не нажал. А, все. Оп. Есть. Включилось. Отлично. Геймпад у нас загорелась. Вот такая вот кнопочка. И, в принципе, все. Достаточно. Дальше. Следующее, что мы должны с вами установить, это GameSeer Nexus. Мы сейчас на Xboxе. Полная совместимость. Насколько я могу судить. Давайте сделаем тише. Давайте зайдем в GameSeer Nexus. Здесь мы с вами видим изображение геймпада. Здесь есть пункт обновления. То есть, он обновляется. Я буквально, когда его подключил и тестировал, обновлял прошивочку. Есть раздел профилей. И есть включить вибрацию и выключить вибрацию. Такая себе проверочка. Давайте мы здесь. А, также у нас есть переключение языков. И расписание перемещения между элементами. Здесь мы, в принципе, и возьмем с вами и настроим, скажем так, профиль. Паремапим. Еще и проверим на мертвые зоны и на все остальное. Можно создать три профиля. Давайте нажмем настроить. И сразу же пойдем и протестируем с вами мертвые зоны. Здесь не только можно протестировать мертвые зоны. Так как мы здесь видим, так как мы видели, что здесь стоит датчик холла, то у нас практически их нет. То есть, у нас нет рывков. Очень-очень мягенько все. То есть, во всех направлениях мы можем очень мягко передвигать наш стик. И вообще ничего не будет. То есть, по кругу отработка тоже полная. Как и на правом, так и на левом стике. Но, ну, то есть, мы с вами определяем, что мертвых зон нет. Абсолютно их нет. Но мы можем с вами еще здесь менять расположение левый стик и крестовина. То есть, у нас сейчас крестовина стала стиком, а сама по себе крестовина стала, вернее, крестовина стала стиком, а стик крестовиной. Жутко неудобная штука. Мы можем здесь блокировать диагональное нажатие крестовины. Это значит, что нельзя будет нажимать вниз и в сторону одновременно, либо вверх и в сторону тоже одновременно. Дальше. Смотрите, что у нас здесь есть за возможности. У нас здесь есть вариант. Сейчас вам покажу. У нас здесь есть вариант выставления чувствительности данных. Например, давайте я нажму. То есть, например, если меньше 10% будет начальное значение, то это будет повышать чувствительность стика и может приводить к ложным срабатываниям. То есть, это надо очень аккуратно. А если, ну давайте мы на максимальное значение перейдем. Максимальное значение мы не можем вставить больше 100. То есть, здесь мы регулируем чувствительность нашего стика. Это фактически режим необработанных данных. Он выключает внешнюю мертвую зону, повышает точность и скорость нажатия в некоторых играх. То есть, тут нужно тоже понимать, насколько вы готовы с такими моментами играть. Я ставлю соточку. Все. То есть, это вы можете делать и с левым, и с правым стиком. Но по поводу триггеров. Триггеры это у нас полноценные триггеры, а не кнопки. Ой, ой, верните, верните. Также мы здесь можем сделать быстрый триггер. Это просто кнопка будет. То есть, либо сделать один из них триггер, другой просто кнопку. Например, нужна стрельба в некоторых играх без вот этой триггерной фигни. Также мы можем здесь с вами отработать с вибрацией. А это значит, что мы можем с вами включить вибрацию различных моментов, выставить ее силу. То есть, уровень вибрации. Например, можно синхронизировать вибрацию левого правого триггера. Ключить вибрацию. Оу, да, на триггерах, то есть, на вот этих вот триггерах есть вибрация на... Она жужжит. Она жужжит и прикольно жужжит, слушайте. Можно синхронизацию правого-левого триггера. На обоих триггерах есть конкретная вибрация. Синхронизировать левый триггер и включить вибрацию левого триггера. Класс, вообще. То есть, ну, я включу, конечно же, с ней приятнее играть. Вообще на много... Не, не хочу синхронизировать левый, правый триггер. Вообще отлично. И сама раскладка. Раскладка позволяет менять кнопки. Вплоть до назначения вот этих вот кнопок M1 и M2. Конечно, здесь не такой... Не такие возможности, как 8Bidu. Там, где можно целые рисовать, скажем так, макросы нажатий. Здесь немножко все проще. На M1 и M2 вы можете назвать... Назначить практически любую кнопку. И плюс, например, ну, давайте там запись каких-то моментов. Да, там... Оно будет записывать игровые моменты. Или... По-моему, вот это вот. Или не... А, вот. Короче, сохраним. Все, изменили профиль. И попробуем немножко поиграть на Xbox. И потом перейдем на компьютер. Проверим работоспособность на компьютере. Слушайте, ну, очень приятные впечатления. То есть, он однозначно... То, что он проводной, конечно, это и минус, и плюс. То есть, далеко сильно не сядешь. Провод, там, два... Больше, ну, чуть больше, два метра провод. Но при этом input lag меньше. Это раз. Во-вторых, есть дополнительные кнопки. И, честно вам скажу, он мне очень-очень нравится. Я начну с рифтбрикеров. Моей любимой игры. Ой, вибрация триггеров. Я вам скажу еще та штука. Конечно, такое, знаете... Ну, это надо любить. Когда вибрация триггеров есть. Я ее, наверное, отключу все-таки. Воу-воу-воу. Вообще четко выцеливать. Очень четко. Очень. То есть, ну, класс. Сейчас в шутер какой-нибудь попробую поиграть. Кто там такой умный, а? Ну, давайте сюда. Не, вибрацию надо отключить именно триггеров. Ну, что-то мне триггеры не нравятся. Заходим в профили. Давайте вибрацию триггеров отключим. Сохраним при нажатии на кнопки. То есть, все фирменные кнопки у нас работают так же, как и в оригинальном. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. За что? Я пока переключился в оригинальном Xbox. Я вообще разницу между Xbox и оригинальным геймпадом не чувствую. То есть, здесь абсолютно такая себе штука очень-очень крутая. Смотрите. Так, игровой клип записан. Что у нас тут? Ну, это у нас какую-то я начал миссию такую дебильную, не очень интересную. Так, эта кнопка работает. Слушайте. Ну, вообще топчик. Так, здесь у нас будет немножко поинтереснее в плане того, что это все-таки шутер. И достаточно неплохой шутер. Ну, вообще, слушайте, да, двигать неплохо. А, я здесь застрял, я вспомнил. Здесь надо со временем чуть поиграть. Здесь надо нажать, а потом что сделать? Что-то я не то здесь делаю. Ну, короче, это могут потом разбираться. Но мы сейчас попробуем вот просто выцеливать. Так. Ну, сейчас попробуем на окошках. Вот здесь бы я чувствительность подуменьшил. Хотя, не, слушайте. На окошках все очень даже неплохо. Да, ну, слушайте. Ну, вообще топчик. Вообще топчик, я вообще не вижу никакой разницы между фирменным иксбоксовым геймпадом и этим геймпадом. Слушайте, вообще классная вещь. Блин, надо будет вспомнить, поиграть эту игру. Графончик видели на иксбоксе? Так, давайте удерживать B, чтобы пропустить. Сразу куда-то выдвинемся. О, в корабли играть с этой штукой. Это вообще огонь, а? Слушайте, очень-очень классно, мягко, мягко передвигается стик. То есть, вот очень четко можно управлять. Именно в плане управления. Такое, острое-острое. Знаете, как на спортивных машинах. Класс. Так, ну так, раз, два, три. Класс, слушайте. Не, ребят, однозначно геймпад с иксбоксом. О, пушка. Однозначно геймпад с иксбоксом. Работает в режиме максимальной совместимости. Так, что-то надо удерживать. Давайте сейчас мы там пушечку деактивируем. Пожалуйста. Что там еще? Кто-то такой умный. Пожалуйста. Играть вообще, вы видели, как выцеливаются? Классно. Все, выхожу, потому что начал это уже подвисать в игру. Так, ну что. Мы видим с вами. У нас стоит сейчас интерфейс геймп контроллер тестера. Тоже мы видим то, что это у нас конкретно стики. Вернее, да, это окурки. Мы видим все работающие кнопочки. И опять же, мы видим полностью отсутствие каких-то мертвых зон. Отлично. Отлично. Вообще нет ни рывков, ничего. Вообще. Супер. Ну, и как бы я не сомневался, что на компе не будет проблем. Но давайте откроем Gamesir Nexus. На компе он точно такой же. Мы можем создать с вами профили. Давайте настроим. Те же самые триггеры. Ага, здесь у нас максималочка стоит. Здесь 10 поставим. Здесь поставим тоже 90. Здесь 10. Сохранить. Все точно так же, как и в нашем... На Xbox абсолютно все точно так же. Так, это можно закрыть, оно нам неинтересно. Ну, давайте пробовать, насколько он совместим с компом. И здесь мы с вами можем попробовать... У меня что-то установлено. Да, мы здесь можем с вами попробовать совместимость со Steam. Так, есть. У нас полная совместимость со Steam, походу, будет. То есть мы можем его использовать и на Xbox, и, допустим, на простых играх, которые поддерживают геймпад. И плюс еще и в Steam, он тоже совместим. Поэтому мы можем его полноценно использовать для компа. Но тут у нас еще один момент. Для компа, по идее, должны быть еще дополнительные функции. Настройка на задней панели. Ну, по умолчанию мы можем даже без приложения сделать. Но мы посмотрели. Есть калибровка джойстиков и триггеров. Слушайте, ну давайте сейчас мы чуть-чуть побегаем. Попробуем откалибровать потом. Да, да. Здесь вообще вопросов. О, вау. Это прям вот качественно классный уровень. Такое впечатление, что ты себе купил Xbox геймпад и играешь на какую-то, блин, приставки вообще топчик. Очень, очень качественно сделали. Они его, видите, они его еще и сертифицировали. Так. Пам. Есть. Пам. Есть. Слушай, как он выжил? Ах ты ж собака бешеная. Нет, ты волчок. На. Одного волчка есть. Сейчас мы второго волчка. Пум. Есть. О-о-о. Вы видели? Те, кто давно на канале, знают, что у меня с этими волчками вообще личные какое-какие дела. И у нас там есть прям личная обида на этих волчков. Поэтому с этими волчками у нас старые счеты. Ну, здесь у нас стрелы. Ой, зайчик. Давайте зайчика пристрелим. Оно. Вообще четко. Вообще тонкое прицеливание. Все кнопки работают. Да. То есть у него полная совместимость со Steam. Можно скриншоты делать. Да. Но у нас здесь есть дополнительные опции еще. Так. 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 Настройка. Ага. Вот что у нас есть. Управление громкостью. У нас можно зажать кнопку M. Нажать вверх-вниз. А, это управление громкостью, скорее всего, наушников. Удерживая кнопку M, увеличить общий уровень громкости. Так. И да, мы можем регулировать громкость, но при использовании наушников. По поводу или хрена. Да. При использовании наушников вы услышите сигнал. Ну, да ладно. Есть. Есть. Да и есть. Есть еще калибровка джойстиков и триггеров. Не знаю. Давайте откалибруем. Посмотрим, что у нас получится. Где что их калибровать? Калибровать. Так. Нажимайте, удерживайте кнопки просмотр, меню и Xbox. И что мне это даст? А, все, я понял. Это надо выключиться. Суждено. Короче, калибровка. Вы зажимаете три кнопки. Выключаете, выключаете. Это если у вас нет приложения. Если есть приложение, нахрена вообще этот режим? Ну, короче, он есть. Он есть. Микрофон можно подключить. Жалко, что у меня нет микрофона и наушников таких. Для такой игры. Ладно, пошли в Xbox. Попробуем поиграть. Чуть-чуть. Меня интересует совместимость. Что заинтересовать? Мы с Xbox все попробовали. Так, Xbox. Классное качество. Мы на лету можем панели поменять. У меня сейчас черный геймпад. Давайте так на ходу так. Оп. Отодрали. Такую белую панельку. Ого. Фух. Есть. Все, еще и месяц могу запилить себе геймпад на месяц. Бесплатно. Так, ну, можно попробовать в Мортал сошпилить. Там будет сразу все понятно. Не, мне черный нравится больше. Разве что этот прозрачный разрисовать. Не прозрачный, а белый разрисовать. Но мне черный нравится больше. Хотя вот. Белый сам по себе Xbox. Если весь белый, то ничего так. А черный мне нравится больше. Знаете, какое преимущество у этой штуки? По сравнению с вот этим. То, что не нужно какие-то дебильные постоянно батарейки менять или аккумуляторы. Ну, те, у кого есть Xbox, они знают, что там нужно постоянно фигачить. Батарейки. Ну, это просто жесть. Давайте какой-нибудь. Все, поехали. Легкость, конечно. Легкую сложность, конечно же. Я же мега игрок, елки-палки. Конечно, легкую сложность. Какую еще может быть сложность? Начинаю от меня тут. Выберите сложность. Мне тут сложную ставь. Я нервничать начинаю. У меня корвалол надо пить. Давление поднимается. Раунд один. Ну, давай сейчас мы тебя. Хоп. На тебе, на. А я вообще кем играю? Да не, я все правильно играю. Я скорпионов играю. Ну, сейчас я отхвачу тут звездюлей, как обычно. На, на. Ну, давай. Все, скорпион побеждает. Я красавчик. Ну, геймпад просто топ. Просто топ. За его бабки, я вам скажу. Я вот, если играть, то на нем. То есть, особенно дополнительные кнопочки. Возможность регулировки вибрации курков. Плюс, сейчас. Прямо зацепила. Неужели я хоть один раз смогу победить? Это вообще для меня. А что тут с бензопилой? Ой, с этим. С генератором можно делать. Ой, ребят. Я вообще готов проходить, резюмировать прикольнейший геймпад. На самом деле. Ну, куда ты? Куда? И хорошо, что не надо никакого аккумулятора, никакого питания. Он питается сразу от... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Он питается сразу через кабель USB. За что? Твою же налево. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сейчас мы тебе, короче... Да ладно, блин, иди ты пень колоду с Абзиро, грёбаный. Короче, ребят. Классная тема. Очень неплохой геймпад. Я вот прям здесь резюмирую, что это вот реальный топчик. Серьезно говорю. Для Xbox, для компа. Мне, конечно, для компа больше нравится 8BitDo Ultimate. Это серьезно. Но там неправильное расположение кнопок. Но правда, там есть Bluetooth-версия. Опять же, его надо заряжать. Там есть док-станция. Здесь от кабеля подключил. Вы знаете, у каждого геймпада есть свои плюсы и свои минусы. Но в данном случае, у GameSir G7, он завоевал мое сердце в плане ПК-шного и Xbox-ного контроллера. Очень неплохие материалы. Это классные материалы, классный корпус. Неплохие возможности. Поэтому люто плюсую, рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok